ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! В эфире Парасад. Программа Североказахстанского государственного университета имени Монаша Кузыбаева. И с вами я, ее ведущая, Женсулут Астемирова. Все самое важное и интересное из жизни университета в ближайшие 20 минут. Будьте в курсе студенческой жизни. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18 ноября в Североказахстанском государственном университете имени Монаша Кузыбаева состоялась традиционная международная научно-практическая конференция «Кузыбаевские чтения», посвященная 85-летию Академика Кузыбаева. Человек жив, пока жива память о нем. Выдающийся ученый и общественный деятель Монаш Кузыбаев навсегда останется в истории казахстанской науки. В 2003 году его имя было присвоено Североказахстанскому университету, а спустя год прошли первые кузыбаевские чтения. Вот уже 13 лет это мероприятие собирает воедино родных и друзей историка, его учеников и соратников. Также постоянными участниками конференции являются ученые Казахстана и ближнего зарубежья. Традиционно конференцию начали с возложения цветов к убьюсту Монаша Кузыбаева, после чего в актовом зале университета состоялось пленарное заседание. Открыл его ректор СКГУ, доктор экономических наук Серик Омирбаев. В преддверии знаменательной даты мы провели цикл встреч и бесед со студентами, учащимися в школах, жителями города и области, на базе Петропавловского гуманитарно-педагогического колледжа имени Макжана Жумабаева, а также из Сильского сельскохозяйственного колледжа имени Жалела Кизатова, Ленинградского сельскохозяйственного колледжа. Учащиеся студенты и все, кто интересуется отечественной историей, смогли узнать о многогранной жизни и деятельности Монаша Кабашевича, ознакомиться с выставкой его научных трудов, книг, написанных о нем, посмотреть фильм об академике, послушать лекции и беседы. От имени Акима области Ерика Султанова с приветственным словом выступила его заместитель Анархан Дюсенова. Она отметила, что юбилей выдающегося историка мы отмечаем в преддверии 25-летия независимости Республики Казахстан. Уважаемые участники конференции, дорогие наши гости, от имени Акима Североказахстанской области Султанова Ерика Хамзиновича поздравляю вас с открытием Международной научно-практической конференции «Хозыбаевские чтения-2016». В своих трудах монаш Хозыбаев отмечал, казахский народ – один из преемников историко-культурного наследия степной цивилизации, поэтому он в ответе за мир и безопасность на евразийских просторах, за поступательное, динамичное развитие Республики Казахстан. За вклад в систему образования Нархан Дюсейнова вручила преподавателям ВУЗа почетные грамоты Акима области. Труд профессорско-преподавательского состава СКГУ был также высоко оценен Министерством образования и науки Республики. Нагрудные знаки «Почетный работник системы образования» и «Брайл Тенцарин» педагогам вручила заместитель директора Департамента высшего и послевызовского образования, ученица монаши Кузыбаева Гульзат Кабенова. На этом череда награждений не закончилась. Впервые за историю кузыбаевских чтений была учреждена медаль «Монаш Кузыбаев». Ею наградили почетных гостей мероприятия и супругу академика Сару Кузыбаеву. Я постоянно с вами, дорогие мои петропавловцы и, если точнее, Североказахстанский университет. За вот уже столько лет, 13 лет, я принадлежу всем громадную благодарность. «Ученый жив, пока его наследие, то, что он оставил после себя, работает во имя благо своего народа. Поэтому мы были, конечно, очень радостны и довольны, что это имя, его труды будут работать всегда». За трибуны университета выступили также корифеи казахстанской науки Кинджикали Сагадеев и Сагандык Сатыбалдин. С Монашем Кабашевичем их связывала крепкая дружба и годы совместной работы. «Это был человек исключительной доброты, личность такая, очень привлекательная, у него было очень много друзей. Оригинал во всем смысле слова. Философ, литератор, поэт, оратор, непревзойденный оратор. Таких ораторов в казахском обществе не так уж много было». Хорошей новостью на конференции стало присуждение ректору нашего университета Серику Умирбаеву звания академика Евразийской экономической академии. Документ, удостоверяющий это, ему вручил академик Сагандык Сатыбалдин. Вклад Монаша Кабашевича в становление независимости страны очень высок. Он участвовал в принятии декларации о суверенитете, конституции, закона о языках и был в составе различных правительственных комиссий. Им была разработана концепция становления исторического сознания в Казахстане. «Для историка самое главное это что? Это честно, объективно писать историю своего народа. А Монаш Кабашевича Кузыбаев это сделал. И вот эта концепция, которую он в 1993 году, эта концепция была разработана именно благодаря ему, под его руководством. И благодаря этой концепции сейчас развивается наша историческая наука». Участники конференции отметили, Монаш Кузыбаев заново пересмотрел историю. Без призмы советской догматики открыл неизвестные ранее документы и создал новую концепцию исторического сознания. Профессиональная деятельность ученого, безусловно, признана не только соотечественниками, но и его зарубежными коллегами. А его наследие является достоянием мировой истории, отметили на конференции. «Я не был знаком с Монашем Кузыбаевым, но работаю и в Тиргизии, и в России. Читал его работы. И, в общем-то, всегда с уважением отношусь к этому человеку, потому что в своих работах он пытался по-новому осмыслить проблемы истории, проблемы современности. И вот его духтомник, который, в общем-то, говорит о том, как новый взгляд важен для человека нового времени, 21 века, актуален, я думаю, будет и в 22 веке». Заслуги Монашу Кузыбаева в развитии отечественной истории и общественной жизни отмечены высокими наградами Президентской премии мира и духовного согласия Государственной премии Республики Казахстан. Работа научно-практической конференции продолжили секционные заседания по восьми направлениям – гуманитарным, техническим, экономическим, естественным и другим наукам. Североказахстанский государственный университет имени Монаша Кузыбаева вошел в пятерку ведущих из 22 учебных заведений Казахстана. Об этом на встрече со студентами заявила руководитель республиканского социального проекта «Серпен-2050» Кульзья Тобатаева. По каким критериям выбирали лучших, узнаете в следующем сюжете. Вот уже третий год в Североказахстанской области успешно реализуется социальный проект «Серпен-2050». Молодежь из южных и западных регионов страны сейчас обучается в семи колледжах области и Североказахстанском государственном университете имени Монаша Кузыбаева. В последнем число студентов составляет 621 человек. Это будущие специалисты технического, педагогического и сельскохозяйственного направления. На этой неделе университет посетили руководитель проекта Кульзья Тобатаева и советник президента Центра молодежи. Североказахстанского государственного университета Талгат Аскаров. Для них была проведена экскурсия, во время которой они посетили обсерваторию, спортивно-плавательный комплекс, здравпункт, а также познакомились с жилищными условиями студентов. Такие встречи со студентами руководители проекта проводят регулярно. За три года наблюдения СКГУ заслуженно вошёл в пятёрку лучших. При выборе учитывались показатели успеваемости, условия проживания, общественная активность обучающихся по программе СЕРПН. Важно отметить, что государственный проект становится популярным среди абитуриентов. Стипендии, обеспечение жильём и последующие трудоустройства привлекают всё большее число молодёжи. Если в 2014 году число поступивших составило 138 человек, то в 2016 ряды студентов СКГУ пополнили 233 уроженцев юга страны. Проект продолжит свою работу в том же темпе, в последующем планируется увеличение количества грантов, отметила Кульзиата Батаева уже на заседании в актовом зале университета. Благодаря данному проекту вы имеете возможность получать качественное образование, стать востребованными специалистами. Северный регион испытывает дефицит кадров, а юг – избыток. Проект СЕРПН направлен на решение данных социальных проблем. Мы надеемся, что вы оправдаете наши надежды и останетесь трудиться на этой земле, во благо нашей страны. Первый выпуск СЕРПН ожидается в 2018 году. На встрече сообщили, что в рамках этого же проекта бакалавры смогут продолжить своё образование в магистратуре. Программа предусматривает первый год обучения в Казахстане, второй – в зарубежном ВУЗе. В заключение встречи студенты смогли задать гостям вопросы. Те, кто решил остаться работать в СКО, интересовались, какие государственные программы помогут им обрести собственное жильём. Немало вопросов было на тему в республиканского фестиваля «Аламан». 26 ноября в Евразийском национальном университете имени Гумилёва состоится гала-концерт, участие в котором примут СЕРПНовцы со всех регионов. Конкурсная программа включает в себя несколько творческих направлений и семь видов спорта. СЕРПН обещает стать одним из самых эффективных образовательных проектов. На сегодняшний день число молодёжи СЕРПН по всему Казахстану составляет около 12,5 тысяч студентов. На этой неделе состоялась отчётно-выборная конференция филиала «Балашак» партии «Нуратан». На повестку было вынесено несколько вопросов, в том числе избрание новых членов полицовета филиала. С 2005 года в университете действует филиал «Балашак» партии «Нуратан». На сегодняшний день в территориальном филиале состоит 1306 членов партии. Большую часть, то есть около тысячи партийцев, составляет студенческая молодёжь. Каждый год их ряды пополняют новые участники. Ежегодно мы стараемся принимать новых членов партии из числа первого курса, в который ребята приходят от 300 до 500 человек ежегодно у нас поступают в партию «Нуратан». В конференции приняли участие 110 делегатов из числа студентов и преподавателей нашего вуза. С их помощью было проведено избрание полицовета филиала партии. Также был представлен отчёт политического совета о проделанной работе за прошедший год. Отчёт филиала «Балашак» рассмотрен по девяти партийным проектам. Значит, о той работе идеологической, которую проводит партия «Нуратан» в стенах вуза, где непосредственно принимают наши студенты, преподаватели участия и вносят определённый вклад в реализацию этих целей и задач, которые поставлены нашим президентом, лидером партии Музултана Вячеслава Зарбаева. Избрание политического совета филиала «Балашак» прошло в открытой форме. Все члены были избраны единогласно. Всемирно известная компания «Джон Дир» проводит конкурс среди студентов Казахстана. Участие в нём принимают семь вузов страны. Среди них и наш университет. Крупнейший в мире производитель сельхозтехники проводит конкурс на лучшую студенческую работу. Участие в его первом этапе приняли трое студентов специальности агрономия из КГУ имени Монаша Кузыбаева. Тема выступлений у всех конкурсантов одна – техника «Джон Дир». Но шанс поехать на один из заводов мировой компании достанется тому, кто лучше всех презентует данный бренд. Организатором конкурса является официальный дистрибьютор техники «Джон Дир» в Казахстане ТО «Евразия Групп Казахстан». В Казахстане техника «Джон Дир» впервые появилась в начале 2000-х. Сегодня комбайны, тракторы, сиелки и другое оборудование данной марки – не редкость на наших полях. С этой техникой не понаслышке знаком и участник конкурса «Будущий агроном» Абайбек Магомбетов. Практиковался я в Каштавской области, в зеренде поселке. Использовали мы технику «Джон Дир», изучил ее и сам лично убедился в ее качестве. Сам ездил. Оценивала конкурсантов специальная комиссия, в состав которой вошли менеджеры по продажам, кандидаты технических и сельскохозяйственных наук. Путевку на республиканский этап конкурса, который пройдет в декабре в городе Кокшетау, получил Аманжол Шукиев. Остальным участникам вручили дипломы и подарки от ТО Евразии Групп Казахстан. История Казахстана насыщена событиями, которые последовательно вели народ к обретению независимости. Изучать историю значит достоверно рассказывать об этих фактах. Однако не каждому исследователю удается запечатлеть свое имя в истории страны. Академику монашу Кабашевичу Козыбаеву это удалось. Он заново пересмотрел историю без призмы советской догматики, открыл неизвестные ранее документы и создал новую концепцию исторического сознания. Монаш Козыбаев родился в 1931 году в Мендагаринском районе Костанайской области в семье уважаемого Аксакала и истинного патриота Кабаша Козыбаева. Юность пришлась на сложный военный период. С отличием, окончив исторический факультет Казгу имени Кирова, вел научно-педагогическую работу в Костанайском институте. В эти же годы увидели свет его первые научные труды, посвященные проблемам гражданской войны в Костанайской степи. Затем талантливый историк был приглашен в Институт истории партии. А после защиты докторской диссертации, тоже на военную тематику, вышла в свет его монография «Казахстан. Арсенал фронта», принесшая автору всесоюзную известность. В течение шести лет Монаш Кабашевич был главным редактором казахской советской энциклопедии. Научные труды академика Монаша Козыбаева отличаются взвешенностью оценок и объективностью, а диапазон его исследований поражает. От истории возникновения тюркских каганатов, национально-освободительного движения в Казахстане, до коллективизации и новейшей истории. В 1986 году Монаш Козыбаев поступил на работу в Институт истории, археологии и этнологии имени Чукана Валиханова, ведущее научно-историческое учреждение республики. Через два года стал его директором. Здесь академик проработал 14 лет. Под его руководством защищено около 100 научных работ. Он был очень доступен, очень легок в общении. То есть человек, который мы всегда любили его, он к нам относился по-отечески. В то же время он был очень, так сказать, требователен. Если он сказал, то необходимо было это всегда сделать. Развивая традиционные связи академической науки с образованием, Монаш Козыбаев подготовил учебники и учебные пособия по истории Казахстана для средних школ и вузов, которые до сих пор актуальны. В начале 90-х годов академик Козыбаев избирается народным депутатом Верховного Совета Республики Казахстан. В политику он никогда не стремился, но свое избрание считал высоким гражданским долгом. Одновременно на протяжении нескольких лет являлся председателем историко-просветительского общества «Аделет». Реабилитация 125 тысяч политических репрессированных, издание многочисленных книг скорби, открытие памятников жертвам репрессий и другое во многом заслуга Монаша Козыбаева. О научной и общественной деятельности академика Козыбаева написано и сказано много. Однако еще одна менее известная сторона жизни Монаша Козыбаева – это его семья, любящий сын и муж, заботливый отец и брат. Так говорят у Монаши Кабашевича его родные. Со своей супругой Сарой Пшенбаевной они прожили дружно более 45 лет. Гостеприимный дастархан и веселый смех всегда были спутниками их семьи. «У него было очень много друзей. И студенческие друзья, и еще которые в школе учились, в педучилище. Особенно он дружил с студенческими друзьями. Он очень был предан своим друзьям, общался, помогал. Друг другу они помогали всегда. И у нас хорошие отношения до сих пор». В Алматы, на доме, где он прожил долгие годы, открыта его мемориальная доска – одна из центральных улиц города, названная именем Монаша Козыбаева. А с 2003 года Североказахстанский государственный университет с гордостью носит имя Академика Козыбаева. В нашем университете в 2003 году был открыт музей имени Монаша Козыбаева. В этом же году у здания второго корпуса был установлен бюст. Музей посвящен жизни и деятельности ученого. В формировании его экспозиции активное участие принимала семья Монаша Кабашевича, в частности его супруга Сара Пшимбаевна. В целях поддержки студентов, которые отлично учатся, занимаются научно-исследовательской работой, мы ввели именные гранты Монаша Козыбаева. С 2003 года Североказахстанский государственный университет ежегодно проводит международную научно-практическую конференцию «Козыбаевские чтения». В этом году вся научная общественность республики, Североказахстанский государственный университет, празднует 85-летие Монаша Кабашевича. Полагаем, что наши мероприятия внесут существенный вклад в пропаганду и изучение творческого наследия ученого-патриота, историка, общественного деятеля Монаша Козыбаева. Блистательному историку, последовательному борцу за духовный суверенитет казахстанцев принадлежат слова, в полной мере характеризующие его личность. Сегодня, когда мы говорим о независимости, то прежде всего имеем в виду, что страна наша, отчизна, должна быть сильной. Наш родной казахский язык должен пониматься нами как святыня, а отечественная история должна быть содержательной и основательной. Монаш Кабашевич Козыбаев На этом наша программа подошла к концу. Также наши выпуски вы можете увидеть на сайте www.nkzu.kz. Увидимся ровно через неделю, а в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова